В конференц-зале Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта в Умской области прошла пресс-конференция с участниками чемпионата мира по тайскому боксу. По итогам соревнований, которые прошли в начале мая на малайзийском острове Алангави, амичка Оксана Кижнерова, проведя четыре боя с представительницами Финляндии, Украины, Швеции и Великобритании, заняла первое место и выполнила норматив заслуженного мастера спорта. «Уровень спортсменки, мои соперницы были очень хорошие. Я уже даже где-то чуть-чуть в голове думала, что с серебряными все-таки медалями приеду домой. Я всегда уезжаю из дома на соревнования только за победы и вообще считаю, что в спорт не существует ни второго, ни третьего места. Ты или первый, или ты. Ну, то есть ты либо чемпион, либо ты. Думала, две недели позанимаюсь, потом надоест. Так, ну, раньше пробовала чем-то заниматься, быстро надоедала. Здесь так получилось. Сейчас уже начинает задумываться, что, ну, на самом деле, много выигрывало, и все получается, и как-то даже не верится». Вместе с Оксаной в мировую арену пыталась покорить другая амичка Анастасия Васильева, но выбыла из борьбы ввиду технического нокаута. Девушкам, их тренеру и президенту Омской Федерации тайского бокса Дмитрий Крикорианц вручил благодарственные письма и памятные подарки от министерства. В настоящее время спортсменки команды Омской области по тайскому боксу готовятся к чемпионату Европы, который состоится в польском Кракове. Оксана Кижнерова, как первый номер сборной команды России, проходит без отбора. А Анастасии Васильевой и Анастасии Афиногеновой предстоит завоевать данное право на чемпионате России, который пройдет в Крыму.